Добрый день дорогие мои друзья! Сегодня мы учимся с вами моделировать и одновременно проходим тему работа с нестандартной фигурой. Буквально сегодня утром у меня состоялась скайп-сессия с одной своей ученицей, которая живет на острове Робис. Выходца из нашего Советского Союза, молодая очень симпатичная девочка, зовут ее Вера, с двумя детишками сидят сейчас на карантине, как и весь мир собственно говоря. И она осваивает вот эту нашу любимую профессию, профессию портнихи. А портниха это три в одном. Это и художник, модельер прежде всего, это и конструктор, это и технолог, это конечно прекрасная швея. Но нравится ей вот эта история. Облюбовала она меня в свои учителя и вот мы с ней занимаемся. И я хочу вам показать, какое у нее задание, какое у нее было задание. Значит, ей нужно было сшить своей клиентке, я поближе вот так вот сделаю, может быть вам так подержим, видно будет, да? Вот такое вот платье. Вот такое платье эта клиентка ей принесла в пол. А надо сказать, что девушки на родосе, местные жительницы, они все очень таких вот ярких форм и любят носить одежду просто с нулевыми прибавками, локтяжку, честно говоря. И вот моя Верочка очень погрузилась в эту тему, не знаю, как с ней справиться. И мы с ней сегодня выходили из этого положения. И, собственно, еще ради нее я затеяла вот эту историю и ради многих таких, как она, потому что ситуация очень даже реальная. Итак, вот я вам показала, что вам надо. Здесь у меня написаны ее мерки, здесь написаны ее прибавки. И фигурка-то, по большому счету, вроде бы ничего особенного из себя не представляет. Но у нее есть выступ груди большой и у нее есть выступ ягодиц. Вот какая история. То есть корпус этой фигурки немножко наклонен наверх. Если бы она была у нас обычная девушка, никаких выступов у нее бы не было, да, то мы бы сделали ей вот такие вот выкройки. Равновесные, ровненькие, обычные, привычные. Посчитали бы контрольные цифры свои и начали бы строить. Но этот вариант нам не подходит, потому что я не буду погружаться глубоко в ту тему, которую я уже вам неоднократно давала. Давайте вот так вот сделаем, да. Мы проходили, ссылочка на эту тему будет у нас под описанием. И вот посмотрите, как выглядит наша выкройка. Вот так и вот так. Если у нее одновременно, посмотрите как, если у нее одновременно выступает грудь и пустота на животике, ей нужны вот эти полурельефы, которые позволяют эту пустоту забрать, чтобы на животе вот здесь вот пустоты не было, потому что силуэт с нулевыми практически прибавками, ткань стрельчевая. И если у нее выступают ягодички вот в этом месте со стороны спинки, то мы говорили, что ей нужны вот такие вот полурельефы вместе с объединенной вот этой вот большой выточкой, которая позволяет обеспечить эту выпуклость и забрать лишнюю ткань уже в области лопаточек. Это наша базовая конструкция. Мы всегда вносим изменения в обычную базовую конструкцию, которая характерна для того или иного выступа, или груди, или живота, или ягодицы, или лопата. И только потом, когда наш контроль будет выполнен, мы приступаем к изменению этой базовой конструкции, к моделированию. И всегда возникает определенный конфликт. Клиент хочет вот такую вот историю, как я вам нарисовала, то есть отрезную линию талии, и никаких полурельефов ей здесь не нужно. Ни впереди ей не нужны полурельефы, ни сзади ей не нужны полурельефы. И ваша задача, наша задача с вами, как хороших конструкторов, построить нашему клиенту то, что ему надо. Но в базе-то у нас совершенно другие вещи, поэтому наступает черед третьего этапа создания нашей одежды. Это этапа моделирования. И на этом примере я хочу вам показать, как же это сделать, найдя какой-то определенный компромисс. Ну, на самом деле, этот случай очень простой. И сейчас вы убедитесь в этом. Давайте поработаем сначала с нашей полочкой. Посмотрите, смотрим на полочку. У нас выступ груди. Да, еще надо сказать, что ошибочка моей Веры была в том, что она, когда строила эту выкройку, она не добавила к ширине сетки 2 сантиметра. А посмотрите, я вам рассказывала в своих книгах неоднократно, что фигурка, у которой одновременно по диагонали, если на нее смотреть, выступают грудь и ягодицы, она называется неравновесной. И к ширине сетки такой фигурки нужно прибавлять 2 сантиметра с тем, чтобы потом было что вот здесь забирать. Я прибавила 2 сантиметра, потом я их забрала 2 сантиметра и ширина моего платьицы стала той, какой я себе и планировала, с той прибавкой, которую я себе и планировала. Если бы я этого не сделала, это бы не позволило развернуть мое платьице, я опять углубляюсь в историю, да, но тем не менее, я думаю, что кто-то этого и не читал и сейчас вернется к этому ко всему. Оно обязательно требует такой коррекции, потому что платье, у которого нет вот этого и этого полурельефов, которое выкроено обычным способом, и ширина сетки у него выбрана тоже обычным способом, оно будет провисать впереди, будет задираться сзади и боковой шок будет смотреть на спинку. Я очень хорошо об этом рассказывала и раньше на своем канале, я ссылочку дам на эту историю, да, и, конечно, во всех моих книжках, где идет речь о нестандартной фигурке, вы легко там эту информацию найдете подробно и под запись. Кстати сказать, со следующего воскресенья я начинаю курс для вас, кто не может ко мне дойти ножками на Динамо в Москву, да, очень недорогой, 250 рублей будет стоить всего одно занятие и одна наша встреча в прямых эфирах, и вы будете иметь возможность вместе со мной получить обратную связь и решить вот эти все свои проблемы. То есть там мы будем говорить абсолютно обо всем, и как снять мерки, и как определить, какой у вас тип фигуры, как определить вашу осанку, что имеет огромное значение для хорошей качественной выкройки, и как определить, как сделать правильный анализ фигуры, как подровнять ваши мерочки под то, чтобы у вас потом получилось все так, как вам надо и сидело все безупречно. То есть о тех, обо всех мелочах, которым вы обычно не придаете значение, но которые настолько сильно влияют на ваш результат, что когда присылаете свои работы, я на них смотрю, ошибки, как правило, бывают не в построении самом, вот в этом здесь их не бывает, и вам все понятно, да, а ошибки бывают вот как раз на первом этапе, которому вы значение почти не придаете. Вот поэтому, мои дорогие, я вас приглашаю, кто живет очень далеко, кто не имеет возможности присутствовать очно, на такой вот мой краткий курс. Сколько будет занятий, задаете вы вопрос, я не знаю. Я думаю, что потратить в неделю 250 рублей, не сходить и не купить там кусочек колбаски на эти все денежки, я думаю, ни для кого не будет большой суммой, но вы узнаете, увидите, вернее, так много незнакомого вам, и обратите внимание на те мелочи, которые вы раньше не замечали, а самое главное, что вы получите обратную связь со мной, вы будете иметь возможность задать свой вопрос, а я изо всех сил со своей стороны постараюсь на него ответить. Но это было краткое мое отступление. И в том числе мы будем говорить вот об этом, обо всем, конечно, не так скомканно, как сейчас, и гораздо более подробно. А сейчас у меня задача помочь Верочке, такой как она, и смоделировать вот это изделие. А самое главное, подружить желание клиента вот с этой вашей выкройкой, потому что вам нужно одно, клиенту нужно другое. Так вот, возвращаемся к полочке. Давайте поработаем сначала с ней. Посмотрите, что мы здесь видим? Мы видим, что по желанию клиента здесь отрезная талия, и это мне очень нравится, потому что мне легко выполнить эту задачу, если я сделаю у себя отрезную талию. Почему? Потому что вы сейчас это поймете. Затем, посмотрите, у нас на выкройке большая вытачка нагрудная вот здесь наверху находится, а на техническом эскизе она находится снизу. Очень хорошо, что она находится снизу, но так как у человека выступ груди и пустота на животике, ей нужен вот этот полурельеф, то есть ей нужна большая талиевая вытачка, которая у нас и построена совершенно справедливо, вот в этом месте, немножко в стороне от груди. И поэтому, как бы я изменила вот эту историю, я бы взяла и сказала клиенту, ну что, собственно говоря, и делала. Давайте мы еще вот здесь одну вытачку с вами сошьем. Она никому не помешает, но вот эта маленькая вытачка, она будет талиевой, а большую вытачку я открою вот в это все. И у нас будет с вами компромисс. Давайте посмотрим, как это можно легко сделать. Прежде всего, и я думаю, что любой человек, разумный, конечно, сразу скажет вам, да, 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 почему бы и нет. Вот, посмотрите, отложим пока в сторону полочку нашу. Поработаем со спинкой, с нижней частью, с юбочкой поработаем. Я опускаю момент, что она у нас вот тут разглешенная. Мне самое главное, нужно избавиться вот от этих полурельефов, которые здесь присутствуют. Как это сделать? Да очень просто. Когда вы талию отделили, то есть предлагайте таким девушкам, таким вашим барышням, клиентам или себе самой такие фасоны. Посмотрите, на бумажной выкройке, на базовой конструкции вы спокойно можете, так сказать, всхлопнуть, есть такой слэмк, да, ну, или просто-напросто сложить эту бумагу. И вот что у вас получится. Вот такая у вас получится история. Вот так вот. Я не буду это все... Так, сразу мы постараемся вот так приклеить. Так, не буду до конца вот это все так прорабатывать капитально. Я хочу просто, чтобы вы поняли суть. Посмотрите, вот у вас получилась ваша юбочка. Что вам нужно здесь делать? Нужно сделать немножко подъем, чтобы в талии получился прямой уголочек, вот в этом месте всегда прямой угол. Затем вам нужно по фасону на определенном уровне выбрать этот уровень, да, чуть-чуть заузить свое изделие и дальше немножко-немножко его раскрешить. Вот и все. Ну, конечно, здесь узенько, здесь широко. Я думаю, что вы меня поняли. Надо ли это сделать с передней половинкой? Я думаю, что в данном случае не особенно хочется мне это делать. Пусть у нас это будет выглядеть вот как-то так. Что мне делать с верхом? Давайте посмотрим. Посмотрите. Ставим карандашик вот в эту точку. Еще разочек, чтобы вам было легко моделировать. Пожалуйста, всегда закрывайте, всегда закрывайте левую половиночку. И вам тогда уже становится понятно, где у нас эта точка. Вот она у нас эта точка. От нее идет выточка вниз. Значит, я из этой точки, из центра груди, могу немножко сделать с наклоном. Я люблю, вы знаете, чтобы эти выточки были не совсем перпендикулярны. Я делаю это с наклоном. И очень все просто у меня получается. Разрезали по новому положению. Это первое правило работает в моделировании, которое называется перевод выточки. Вот так вот. И закрыли старенькую выточку. Вот какая у нас получилась картинка. Подрезаем наше плечико. Смотрим на вырез груди. Какой у нас вырез груди. Я думаю, что нужно брать, и вам тоже нужно это делать всегда. Так? Нужно брать серединку плечика. Так как наши бретельки живут во второй половинке плечика, этот вырез будет всегда безопасный. Затем вы подходите к зеркалу и измеряете расстояние от еремной впадинки до нужного вам выреза. Вот в данном случае вырез какой-то очень большой. Но до линии груди я все равно доходить не буду. Я сделаю его, ну, пока безопасным. И выглядит он как-то вот так вот. Вот так вот он у нас здесь выглядит, да? Значит, мы это примерно такое положение мы делаем. И, конечно же, отрезаем. Все, отрезали. Что еще мне нужно на ткани сделать? Мне на ткани нужно еще вот эту выточку выполнить. Хорошо. И вроде бы я могла бы сейчас успокоиться. Давайте я это тоже как-то немножко приклею. Не получилось у меня нормальный клей. Карандаш сделать. Решила я перейти на такой, но мне что-то тоже не нравится. Ну, ладно. Посмотрите. Можно было бы вот на этом варианте и остановиться. Я всегда прошу своих учениц обвести результат в тетрадке. Вот мой карандашик – это мел. Так, как будто бы вы работаете по ткани. Голубой листочек – это ткань. Мой карандашик – это мел. Так. Вот посмотрите, что бы я сделала на ткани. Вот так. Затем. Вот так. Затем. Вот так. А теперь внимание. Видите, эта выточка большая, нагрудная выточка сюда открыта, да? А таревая выточка маленькая. А я хочу их немножко уравновесить. Во-первых, я бы вот эту выточку чуть-чуть подвинула ближе, вот сюда, так, чтобы ее вершинка была направлена вот на эту грудную железу, да? Ну, не буду сейчас это пачкать. Имейте просто это в виду, что когда у вас вот такое достаточно большое расстояние, то имеет смысл таревую выточку при большой груди подвинуть немножко ближе к нагрудной выточке. Но я их стараюсь немножко уравновесить. Это как? Это значит, вот эту выточку я сделаю чуть-чуть больше, на сантиметрик, на полтора, но немножко сделаю побольше. А эту выточку я сделаю, наоборот, чуть-чуть меньше, на эту же самую величину. И моя картинка будет выглядеть вот таким вот образом. Посмотрите, что у меня получилось на ткани. Значит, я чуть-чуть уменьшила вот эту выточку и, наоборот, увеличила вот эту выточку. Выточки я сейчас заштрихую, чтобы вы видели, как они выглядят. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Как будет вести себя ткань здесь, я не знаю. Поэтому я могу добавить сюда просто вот такие вот большие треугольники. Когда я уверена в своей работе, я просто уверена, я практически всегда, я просто на таких больших выточках сразу оставляю припуски. То есть я вырезаю у них серединку и на ткани я добавляю просто сюда припуски. Вот, собственно говоря, и все. И мы с вами таким образом справились с передней половинкой. Настала очередь задней половинки. Давайте закрываем линеечкой нашу заднюю половинку. Берем в руки выкройку, которую мы сделали с вами на задней половинке. И видим отрезную линию талии. Ура, ура! Берем и отрезаем. Здесь я даже конфликтовать не буду с клиентом. Вот так. Что мне нужно сделать со спинкой? На спинке у нее нарисована выточка. И у меня нарисована выточка. Значит, они у нас совпадают, и наши желания совпадают. И на здоровье, пожалуйста, вот так я могу прикрепить свою спинку. Давайте для красоты мы ее тоже быстренько сюда прикрепим. Прикрепим. Пусть она у нас тут будет. Так. Так. И что мы тоже обведем? Мы повторим картинку вот этого бокового шва. То есть в каком-то определенном месте, немножечко, на сколько заужаем? На сантиметры, на полтора. И добавляем какое-то вот такое, вот такое же расширение к низу. Ну, вот так вот делаем. Все, конечно, делаем по линейке. Также приподнялись немножко в боковом шве, чтобы у вас вот здесь получился прямой уголок. И нашу выточку вот такую вот мы могли спокойненько сохранить. Сохранили эту выточку. Вот так. Все. С этим разобрались. Теперь, что нам делать со спинкой? Со спинкой тоже все очень просто. Посмотрите, у нас здесь рельеф. Мы сейчас его, так сказать, тоже схлопнем. По одной стороне перегнули. И вот эта наша лишняя ткань, 2 сантиметра, которая у нас была, она у нас складывается просто-напросто. Вот в такой вот, вот в таком вот виде она у нас получается. И мы забываем о ее существовании. А что происходит с нашей выточкой? Посмотрите. Талиевая выточка, она остается. Она же у нас первоначально была вот такая вот маленькая. Она такой останется маленькой. Мы потом будем сшивать вот это. И вот это, видите, как они прекрасно совпадают. Эта плечевая выточка мне мешает здесь. Поэтому я бы ее перевела в горловинку. Вот так вот, да? А эту бы я закрыла. Очень неловко здесь мне, конечно, этим работать. Но попробую, тем не менее. Это бы выглядело у меня вот так. Посмотрите, как. Да? Так. И у меня перевелась выточка в горловинку. Затем я измеряю ширину плечика передней половинки. Я откладываю эту величину от проймы по плечу. Затем выбираю горловинку, вырез по горловине спинки. И оформляю тот внешний вид, который мне нужен. Вот так. Вот так и вот так как-то. И, собственно говоря, история с выточкой вообще перестает меня волновать. Там остается какая-то крошечная посадка. Ну и пусть она там остается. Потому что она нисколько мне не мешает. Вот, собственно говоря, и все. Сейчас мы приклеим для красоты наш результат вот сюда. Да, этот вырез надо убрать. И так мы это все тоже убираем. Так приклеиваем. Приклеиваем хорошо. И приклеиваем с этой стороны капельку. Посмотрите, что у меня будет получаться на ткани. Так хочется мне, чтобы вот этот уголочек не поднимался. Он поднимается и поднимается. Вот так. Вот так мы обводим на ткани сюда. Здесь пошел вырез, который у нас там есть. В этом шве у нас будет оформляться замочек. И выточка наверху у нас спокойненько уменьшилась. Вот видите, какое легкое решение мы с вами нашли для того, чтобы... Хороший клей. Тот засох и этот мне не нравится. В следующий раз надо еще что-то придумывать. Все-таки надо покупать нормальный клей. Так, 21 минутка уже идет. Ну а что? Вот так вот мы закончили. И вот это было техническое задание нашей клиентки. И наша с вами в первую очередь. Так, был выступ груди. Был выступ ягодиц на спинке. И мы вот так вот легко, собственно говоря, с ним справились. На следующем занятии я вам покажу, конечно, более сложный вариант того, как избавиться вот от этих полурельефов на спинке, если у вас есть выступ ягодиц, и вам не нужно отрезать изделие по линии талии. Потому что, повторяю, когда отрезается изделие по линии талии, ваша история становится очень и очень легкой. Поэтому предлагайте своим клиентам с такой фигуркой нечто подобное, и вы никогда не будете знать никаких проблем. А пока до новых встреч. Приглашаю вас в свою школу, в Кройке и Шитья, в воскресную школу. Первое занятие состоится 29 марта. Следующее воскресенье в 12 часов дня по Москве. Как туда попасть, нужно зайти на сайт kolomika.ru. Это будет написано в описании. Всего вам доброго. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейка.